Всем привет! И сегодня в нашем видео мы поговорим с вами о том, как продвинуть свою бизнес-страницу на Facebook. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео, а также пишите комментарии под этим видео, мы обязательно на них будем отвечать. И первое, что вы безусловно должны понимать, что Facebook это достаточно сложная социальная сеть, в которой аудитория ценит качество контента, релевантность контента, содержание того, о чем вы пишете. Это все еще та самая сеть, в которой люди читают большие статьи и лонгриды. Но все так же популярным становится видео, и также популярным становятся сториз и прямые стримы. Но давайте обо всем по порядку. В первую очередь вы должны принять решение, бизнес-страницу чего конкретно вы будете вести. Потому что можно сделать бизнес-страницу, посвященную компании, можно конкретному продукту, можно конкретные услуги, а можно личному бренду, владельцу бизнеса или производителю этой услуги. Конечно же мы рекомендуем делать бизнес-страницу личного бренда. Потому что сейчас в современном мире люди с большим интересом воспринимают то, что идет от человека, а не от компании или крупного бренда. Следующий момент, который вам необходимо продумать, это зачем собственно вы делаете эту бизнес-страницу, то есть что вы хотите получить на выходе. Вы хотите, чтобы у вас было много подписчиков, вы хотите, чтобы они были очень активны на вашей странице. Вы хотите использовать этот инструмент для того, чтобы завлекать ваших потенциальных клиентов к себе в базу, давать им там бесплатный интересный контент, прогревать их до покупки. А может быть вы преследуете каждую из этих задач. Соответственно обложка вашей страницы это наиважнейший элемент, потому что когда человек заходит к вам, он первым что видит это обложку. На ней вы абсолютно спокойно можете разместить призыв к действию, фотографию вашего продукта или услуги или вашу собственную фотографию, если вы являетесь экспертом или личным брендом. Если вы пока не готовы поставить туда какой-то конкретный призыв к действию, вы можете просто поставить статусную фотографию, где вы находитесь среди своих коллег по работе, или где видно, что вы выступаете на большом мероприятии, или где вы получаете какую-то награду. Короче, что-то, что сразу визуально подтверждает, что человек попал на бизнес-страницу интересного, ценностного и качественного бизнеса или личного бренда. Призыв к действию, безусловно, вы можете менять, но важно, чтобы он рано или поздно появился на вашей обложке. Более того, если от призыва к действию вы сделаете изящную стрелку кнопки, под которую поставите ссылку, размеченную метками, то вы сможете снимать статистику, какое конкретно количество людей переходит по этой ссылке, берут ли они то, что вы им предлагаете, покупают или нет. Тем самым вы сможете считать окупаемость вашей страницы и вложений в нее. Обратите внимание на левый нижний угол, кликните по зеленой стрелочке и получите от меня подарок. Для Фейсбука очень важно добавить описание страницы. Что за компания, что за личный бренд, что вы пропагандируете, о чем вы будете говорить и зачем вообще вы, в принципе, это завели. Чем более человечным языком это будет написано, тем лучше. Очень важно для бизнес-страницы на Фейсбук это скорость ваших ответов на вопросы, комментарии и сообщения. Соответственно, вы можете поставить функцию автоматического ответа на Фейсбук, но после этого, конечно же, должен зайти модератор и дать какой-то адекватный квалифицированный ответ. Но, чтобы вы понимали, рейтинг вашей страницы на Фейсбук зависит от того, как быстро вы отвечаете на комментарии и сообщения ваших подписчиков. Рейтинг вашей страницы в том числе зависит от того, насколько быстро вы отвечаете на комментарии подписчиков и на их сообщения. Следующий немаловажный фактор – это оценка вашей страницы вместе с отзывом. Вы можете просить подписчиков оставлять оценку и писать эти отзывы. Это также будет повышать рейтинг вашей страницы. Если у вас есть YouTube-канал или если у вас есть, например, Instagram, или, допустим, вы хотите подключить еще какой-то сервис, то воспользуйтесь возможностью подключения этих социальных сетей или других сервисов через виджет. На Facebook также есть возможность сделать мини-магазин. Обязательно добавьте туда то, что вы хотите продать, обязательно добавьте туда описание услуги. Вы также можете добавить туда лид-магнит, с посредством которого вы будете привлекать ваших подписчиков и конвертировать их в базу. Основная рекомендация, которую можно было бы дать при взаимодействии с Facebook, это терпение. Facebook достаточно долго раскачивается, но зачастую оттуда приходят самые платежеспособные клиенты, самые интересующиеся вашей темой лиды, и рано или поздно вы научитесь окупать свою страницу. Рассчитывайте на то, что развитие страницы на Facebook до какого-то адекватного количества подписчиков, 2, 3, 4, 5 тысяч, может занять у вас, может быть, полгода, а может быть, и год. Обязательно пользуйтесь таргетированной рекламой. Facebook любит, когда в него вкладывают деньги. Чем больше денег вы вкладываете в таргетированную рекламу, тем выше рейтинг вашей страницы, тем проще вам продвигаться, и большее количество людей видит ваши сообщения и посты. Обязательно продвигайте свои посты по вашим же подписчикам. Пусть большее количество людей видит то, что вы хотите им сообщить. Делайте прямые трансляции и точно так же сохраняйте их на своей бизнес-странице и продвигайте по своим подписчикам. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также поделитесь этим роликом с тем, кому оно могло бы быть полезно.